Итак, друзья, следующая группа вопросов у нас, и я постараюсь быть кратким. Вопрос такой. Матфея, 11 глава. «Почему Бог не явил сил, как в Капернауме?» Также. «Бог не желал их спасения или что?» Ну, смотрите, здесь я зачитаю этот стих Писания, о котором говорится. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но, говорю Тиру и Сидону, отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесешься, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, если бы в Сидоне, в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Вопрос такой, неужели Господь не хотел спасения Содома, почему Он не явил Ему эти же силы? Ну, во-первых, речь идет об особой ситуации, потому что, когда был Господь Иисус Христос, Он являл эти силы не столько для спасения людей, сколько для того, чтобы они поняли, кто на самом деле был перед ними – Господь Иисус Христос. Ведь сегодня мы тоже с вами не видим такого обильного проявления чудес, исцелений. Господь во плоти не ходит по этой земле, но это не дает нам права не каяться. Мы же не говорим «Господь, мы теперь не спасемся». Словом, мы не знаем, почему Он именно не явил вот эти силы, но мы знаем, что Господь справедлив. Мы также знаем из Писания, что Он дает шанс, дает возможность услышать о себе каждому человеку. Как Он сделал это в случае с Содомом, мы, конечно, точно не знаем. Но кое-что можно предположить. Ну, например, хотя бы то, что в то время были такие свидетели, о которых упоминает Библия, и мы не знаем их происхождение. Тот же самый царь Салима. Помните, как его звали? Кто помнит? Мелхиседек, да, которому сам Авраам выплатил десятину. Кто он? Откуда он? А Салим – это там, где был тогдашний Иерусалим, Иерусалим, Иерусейский город. Неужели он был из языческих народов, но тем не менее знал живого Бога? На все эти вопросы мы, наверное, только в вечности получим ответы. Но, тем не менее, и Авраам, и Мелхиседек могли быть свидетелями перед тем же Содомом. И это только некоторые из фактов. А я думаю, общая картина будет ясна в вечности, и Господь, будучи справедливым Богом, каждому дает возможность покаяться. А здесь идет сравнение, что вы в Капернауме имели такой шанс, которого не было ни у кого другого. Вы видели самого Господа во плоти, и тем не менее не покаялись. Следующий вопрос. В Бытие 3, 15 говорится, он будет поражать тебя в голову, то есть сатана, а ты будешь жалить его в пяту, то есть змея. Что это значит? И это про Иисуса или нет? Действительно, здесь первое пророчество о пришествии Господа Иисуса Христа и о той великой битве, которая состоится в будущем между Господом с одной стороны и Антихристом с другой стороны. И в конце концов Христос победит. Поражать тебя в голову – это означает, что Господь поразит сатану, в конце концов убьет его устами своими, духом уст своих, так написано. «А ты будешь жалить его в пяту». Это все, что сделал сатана тогда, когда умертвил Господа на кресте. Он думал, что одержал победу, а на самом деле он попросту ужалил его в пяту, то есть нанес ему временную рану, от которой наш Господь оправился, воскрес и все равно будет царствовать. Следующий вопрос. Может ли в христианина войти без? Вопрос интересный, но я скажу так. Мы находим в Писании случаи, когда христиане подвергаются демоническому воздействию. Может быть, мы не найдем конкретного случая, чтобы вошел бес, но написано – не давайте место дьяволу. А также Анания и Сапфира являются примерами того, как они позволили сатане вложить в ум их или в их разум определенную мысль. Так написано. Дальше вопрос такой. Что такое открытое богословие? Open theism – это попытка примирить вот эти логические для нас, людей, непримиримые две идеи, о которых уже здесь говорилось. С одной стороны, Бог все контролирует и все знает, а с другой стороны, у человека есть свободная воля, а, соответственно, должен быть также и свой выбор. Открытое богословие предполагает, что Бог не все знает в буквальном смысле слова. Эта теория гласит, что Бог просто просчитывает все возможные варианты. И Он знает все эти варианты, но Он в действительности не знает, какой из них случится. Она представляет Бога наподобие такого вот отца, который держит свои руки над ребенком своим. Знаете, вот ребеночек только начинает учиться ходить, и вот-вот он упадет. И отец не знает, ребенок устоит или не устоит, но он готов. Если ребенок устоит, хорошо. Если не устоит, то вот они, руки отца, сейчас подхватят ребенка, если вдруг он будет падать. Но мы, когда мы читаем Писание, находим, что Бог не просто просчитывает все варианты и знает обо всем, что могло бы произойти, но Он знает досконально, и какой из этих вариантов конкретно случится. Это что касается открытого богословия. Дальше. Как понять, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, а в Иоанна, 15 глава, 16 стих, написано, не вы меня избрали, а я вас избрал. Написано, придите с одной стороны все, а потом написано, что Он избрал. Снова извечный такой богословско-философский вопрос. Мы не знаем полностью ответа на него, но в нашем разуме, потому что мы, человеческие создания, ограничены, в этом есть противоречие. В Божьем разуме, который находится над временем, который пребывает в вечности, разум его неисследим, мысли его познать мы не можем, у него противоречия здесь никакого нет. Откуда мы знаем? Потому что и ту, и другую истину утверждает Священное Писание. Друзья мои, и еще скажу, что нужно смотреть в контексте, потому что, когда мы читаем в 15 главе Иоанна вот этот процитированный стих 16, там написано не просто «избрал, чтобы, скажем, быть спасенными», там написано «избрал, чтобы вы приносили много плода». Вот для этого избирает нас Господь. Следующий стих, это следующий вопрос. Если мы даже не можем пророчествовать или бесов изгонять, тогда где же мы находимся, если такие чудеса во имя Господа мы не можем делать? Вопрос основан на Евангелии от Матфея, 7 глава, стихи 22 и 23. Ну, давайте мы прочтем, чтобы мы знали этот контекст. 7 глава и 22 и 23 стихи. Господь говорит, что «В тот день, в день суда, многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». И вопрос звучал, как вы поняли, что даже если мы этого не знаем, наверное, наш друг, который задает этот вопрос, он думает, что если мы уж этого даже не можем делать, то что же нам еще доступно? Как будто бы это и есть такая, знаете, высшая степень христианского благочестия, что человек может совершать такие вещи, как изгнание бесов. Напомню, что Христос говорит обратное. Он говорит, не радуйтесь своим ученикам, которым он даровал такую силу, не радуйтесь, что бесы вам подчиняются, что вы можете их изгонять, а радуйтесь чему? Тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Вот что по-настоящему ценно. Дальше, друзья, вопрос такой. Считается ли это сребролюбием, если у молодого человека, у которого не было такой уж хорошей жизни, и из-за отсутствия денег он начинает бизнес, и все свое время он вкладывает в него? Друзья, ну, конечно, всякий вопрос, он привязан к какой-то личности. И когда мы начинаем узнавать подробности, то как-то мы прочувствуемся вот и к этому молодому человеку. Но давайте мы от личности отойдем. Мы просто зададим себе вопрос, что такое сребролюбие? Скажите мне, можно ли иметь много денег, но не быть к ним привязанными? Конечно, можно. Мы находим и в Писании, например, Иова, который был весьма богат, Авраама мы находим. Мы находим некоторых богатых женщин, которые оказывали содействие, довольно весомое материальное содействие служению Иисуса Христа. Мы никакого осуждения в Писании по поводу их не слышим. Но в то же время, если человек не только богат, но он привязан к этому богатству, в общем, не обязательно быть богатым и привязанным к нему, сребролюбец – это любостяжатель, тот человек, который живет ради наживы, тот человек, для которого приоритетом является количество денег и является зарабатывание их, тот человек, который не может сказать вместе с апостолом Павлом, «Я могу жить и в скудости, могу жить и в изобилии». Скорее всего, для него кредо жизни будет, «Я могу только в изобилии, я положу жизнь свою на алтарь для того, чтобы это иметь». Ну вот теперь вот так вот можете оценивать или себя, или этого молодого человека, а, впрочем, пусть Господь каждого из нас оценит. Следующий вопрос. «Те, которые умирают младенцами, спасаются?» Вопрос сложный, но я отвечу одним предложением из Писания. Христос говорит, «Будьте как дети, ибо таковых...» «Пустите детей приходить ко Мне». И дальше как? «Ибо таковых есть Царство Небесное». И я думаю, что Христос имеет в виду буквально, что они, дети, входят в Царство Небесное. Почему вы скажете? «По милости Божьей, Его смерть, Его кровь распространяется на них». Ведь подумать, ребенок не может еще отличить левую руку от правой, он еще не может принять правильного решения в своей жизни. Поэтому тогда, когда ребенок умирает, он попадает в то место, в котором находится Господь. Может быть, еще нужно подтверждение этому? Ну что ж, давайте вспомним. Ну хотя бы тогда, когда был у Давида тот сын, которого Господь забрал в наказание за его грех с Версавией. Этот ребенок умер. Вы помните, когда Давид поднялся с этого поста, в котором он был в этом состоянии, он подымается, и он говорит, «Ну что мне теперь уже горевать? Его слуги говорили, почему ты перестал горевать? Почему ты теперь кушаешь?» И так далее. И вот Давид говорит, «А что мне еще остается делать? Я уже ничем не могу помочь, я никак не могу изменить эту ситуацию, я его не верну назад, но я могу к нему что? Пойти». То есть я присоединюсь к нему там. Я не думаю, что Давид имел в виду, что я, как и он, попаду в ад. Я думаю, что он имел в виду, я буду там, в том месте, которое называется Лона Авраамова. Следующий вопрос. Сколько лет Земле? Я не знаю. Дальше отвечать. Есть люди, которые пытались собрать всю информацию, которая есть в Писании, и вы знаете, что в еврейском календаре сегодня вот наступил, или вернее, в этом году наступил уже там 7500 какой-то год, и, как говорят евреи, от создания мира. Есть другие системы исчисления. Например, был такой епископ Ашер, у которого немножко другая цифра вот получилась. Я думаю, что Земле от 6 до 10 тысяч лет. Почему я беру примерно эту цифру? Потому что, если мы сравниваем родословия, а именно их мы, воспринимающие Писание, буквально принимаем за основу, и вот потом мы прибавляем, сколько в них лет. Но дело в том, что, когда мы их сравниваем, мы можем обнаружить, что в некоторых родословиях есть пробелы или пропуски, потому что в еврейском языке слово «отец» может означать и отца, и дедушку, и даже просто предка. Если это так, то некоторые поколения могут быть пропущены, и на них можно сделать небольшую поправку. Это интересная тема, но она довольно обширна. Мы вряд ли сейчас ее с вами покроем, и не будем, так сказать, вдаваться в эту дискуссию. Is it okay to buy and use Paintball, BB and Airsoft and so forth? Ну, вы хотите разрешение от нас получить, чтобы это использовать? Я думаю, лучше поговорите с вашими родителями об этом. В эту же область идет вопрос, можно ли играть в УНО? Писание говорит о том, что тогда, когда мы становимся христианами, у нас нет уже вот этих категорий «можно» и «нельзя». «Все мне позволительно», говорит апостол, «только не спешите, не надо выбегать отсюда и сразу говорить, что оказывается, все мне можно». Дальше говорится, не все полезно, не все назидает, это является нашими фильтрами. Давайте мы зададим себе эти вопросы. Прославляет ли это Господа? Назидает ли это? Приносит ли это пользу мне и окружающим? Например, те же УНО, ну, вроде бы ничего плохого нету, это просто игра, причем там разные есть игры с разными значениями, есть даже так называемые христианские УНО. Вот представьте, вас увидели более старшие братья и сестры, играющими в эту игру. Что она им напомнит? Игру в карты, правда? И вряд ли вы сможете им это объяснить, может быть, они даже вам не зададут этого вопроса. В Библии написано «удаляйтесь от всякого рода зла», «every appearance of evil». То есть, даже если оно выглядит вот как какие-то карты там игральные, лучше быть подальше от этого, просто чтобы не быть соблазном. Это же касается и вот этих других вопросов. Мне тяжело было ответить на вопрос, почему мы не должны соблюдать субботу в Новом Завете? Как толкуется эта заповедь? Все заповеди, которые мы находим, 10 заповедей, мы верим, что они обязательны для нашего выполнения, потому что они подтверждены нашим Господом Иисусом Христом. Все, кроме четвертой. Потому что, хотя сам Господь Иисус Христос, подчинившись закону, соблюдал также и субботу, мы находим, что Первая Церковь собиралась уже в первый день недели. Мы находим, что она это делала, потому что Господь воскрес в этот день, Он вознесся в этот день, День Пятидесятницы совершился также в этот день. И, наконец, сам Иоанн был в духе в этот день, в День Господень, тогда, когда он получил откровение. Поэтому суббота, она является частью церемониального закона, который Христос исполнил. Кстати, Он исполнил его как раз теми словами, от которых мы размышляем на этой конференции. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я что? Успокою вас. Я дал вам покой», то есть истинную, настоящую субботу. Суббота была предзнаменованием того покоя, который дает Христос. И каждый верующий соблюдает субботу, потому что он находится в Божьем покое. Только у евреев это была каждая суббота, а у нас это теперь каждый день, если мы действительно приняли Христа в свое сердце. Если у тебя нет возрождения в душе, но есть покаяние, грех ли это быть в отношениях с братом или сестрой, членом церкви? Мне не совсем понятен этот вопрос, ведь если у тебя есть покаяние, то тогда будет и возрождение. Эти два явления, они не видны для нас, хотя, может, о покаянии мы можем судить по внешним признакам, по сокрушению в грехах, по, может быть, слезам, у кого-то они есть, у кого-то их может не быть. Покаяние – это поворот от старой жизни, это сожаление в своих грехах, это избрание новой жизни во Христе, а возрождение – это когда наш мертвый по грехам и преступлениям Дух получает новую жизнь, и Дух Святой в нас вселяется. Эти две вещи, их очень трудно разделить, и фактически это части одного целого. Поэтому, во-первых, конечно, определитесь, есть ли у вас возрождение, если приняли, действительно ли вы покаялись в ваших грехах. А что касается отношений, а какие имеются в виду отношения? Ведь сегодня это слово понимается по-разному, особенно английское слово «relationships». Многие люди в мире понимают это слово уже, как говорится, на последней стадии. Если вы имеете в виду просто, что вы договариваетесь о браке, то я полагаю, что лучше все-таки добиться или достичь того, чтобы стать членом церкви, а потом решать уже эти вопросы. Тогда вы будете в равном положении, и тогда вы заявите о том, что вы вначале решаете вопросы с Богом, посвящаете себя Ему, решаете самый главный вопрос своей жизни правильно, а потом переходите уже ко второму по значимости вопросу вашей жизни. Если мы с вами приходим в возраст, стареем, иными словами, если наше тело стареет из-за того, что мы грешники, почему же Христос тоже через это прошел? Дело в том, что старение не является последствием какого-то отдельного греха. Так и Христос. Он не был грешником, но, тем не менее, он испытывал на себе последствия греховности в целом, потому что о нем написано, что он был муж скорбей и изведавший болезни. Но ведь почему он должен болеть, если он не грешник, да? Так и мы с вами не всегда болеем в конкретное наказание за какой-то грех. И стареем мы не потому, что вот кто здесь постарше, неужели они согрешили больше? Но они больше... Вот. Не обязательно, друзья мои, не обязательно так. То есть старение – это просто последствия греховности в целом, а Христос, Он стал по виду как человек, подобным нам, и Он принял на Себя в том числе и все последствия греха. Он проходил через это. How can you know God's plan for your life? Ну, давайте мы поговорим об этом, где-то часик займет. Вот. Как же узнать план для нашей жизни? Это очень обширный вопрос. Как Божий план? Следующая конференция, да, она нужна для этого. Но я не хочу делать из этого шутки, потому что вопрос серьезный, и он продолжается здесь. And what do you do if you pray and have no answer? Я думаю, что нужно вначале разобраться, как работает молитва, как это действует. Есть, может быть, те люди, которые думают, что молитва – это какая-то кнопочка, такая магическая. Если ты делаешь все правильно, то ты получаешь желаемый ответ. А если этого не происходит, то, наверное, ты что-то делаешь неправильно, и тебе там надо что-то пересмотреть. На самом деле наша христианская жизнь – это взаимоотношения с личностью, с Господом, с Иисусом Христом. И когда мы молимся, мы можем получать разные ответы. Отсутствие ответа – это тоже ответ, и он может быть выражен словами «нет», Господь отказывает нам, или он может быть выражен словом «подожди». Господь может сказать «тебе еще рано, еще не время», или «еще не настала та полнота времени, ты взрелость какую-то не вошел». Как узнать план или Божью волю для твоей жизни? Друзья мои, конечно, у Бога есть прекрасный план для нашей жизни. Как его узнать? Что-то открыто нам в Писании. Господь, например, желает, чтобы все повсюду покаялись, и будьте убеждены, что это часть Его плана для жизни каждого из нас. Но есть вещи, которые еще сокрыты для нас. Господь говорит, «только я знаю намерения, которые имею о вас». То есть только я знаю, больше никто не знает. Но ясно одно – эти намерения все – два блага, и чтобы дать нам будущность и надежду. То есть Он, как любящий отец, Он говорит нам, «у меня есть определенные планы для тебя, но не все я тебе открою. Не все будет очевидно сразу же на вот этом этапе твоей жизни». Поэтому Господь нам открывает все постепенно. Если мы ходим с Ним, ходим во свете, то тогда Он открывает нам следующий шаг. Если мы пребываем в Слове Его, пребываем в молитве, то мы знаем наше следующее действие. И поверьте, этого достаточно. Вам вовсе не обязательно знать, что будет с вами через 40 или 50 лет в вашей жизни. Потому что если вы будете с Богом, то все будет хорошо. Господь будет вместе с вами. Слово Твое написано «светильник ноге моей и свет стезе моей». Светильник, свет, он освещает дорогу. Тут маленькая лампочка. Видели вот эту лампу маленькую с ветельком, которая горит? Так вот, ее света достаточно только для того, чтобы ступить, следующий шаг сделать. И поверьте, этого достаточно. Просто доверьтесь Богу, и все. Вы все сразу не узнаете, и для этого нужна вера, чтобы Ему поверить. Как объяснить неверующему человеку, что нельзя пить вино? Ведь в Луки 7,34 написано, что Иисус сам пил, и Он в Кане Галилейской сделал вино для других. На свадьбе, да? Наверное, имеется в виду. Друзья мои, я не думаю, что неверующему человеку это нужно объяснять. Я думаю, что неверующему лучше объяснить то, что ему нужно прийти к Иисусу Христу. А потом все остальные вопросы, они встанут на свои места. Давайте мы будем выбирать те темы, которые действительно важны и приоритетны, о чем нужно засвидетельствовать неверующим людям. Все остальные темы, ну, например, даже вот эта тема о вине, она более второстепенна. Ведь раньше вино не считалось настолько опасным или инсоксицирующим напитком, который может повлиять на нашу личность. Оно было тем напитком, который люди пили для того, чтобы утолить жажду прежде всего, потому что не было чистой воды. И вино, в том виде, в котором оно было, с содержанием хотя бы какого-то процента алкоголя, вот этот спирт помогал сберечь эту жидкость в чистоте. Ну, вот представьте себе это все объяснять, особенно неверующему человеку, объяснить ему план спасения, а все остальное уже, как говорится, приложится позже. Is it bad to be in a serious relationship at 16-18 and why? Там другая записочка была, в которой было написано, что с 15 лет кто-то уже хочет в relationship вступать. Ну, друзья мои, как вам сказать? Конечно, кто-то может сказать, а вы знаете, что в Африке или в Индии там и с 11 лет, там и с 14 лет вот можно вступать в брак. Why? Somebody wants to do it? There's some interesting reaction there. Anyway, что здесь нужно сказать, друзья? Вы помните, когда Господь, вот, Адама и Еву, Он свел, Он создал Еву для Адама, привел ее для него, то Он говорит об их соответствии. В чем они соответствовали? Я думаю, по возрасту, я думаю, что они соответствовали в духовном развитии. Слово, они были готовы для того, чтобы развивать свои взаимоотношения. Ведь муж должен быть главой семьи, он должен вести семью в вечность, он должен представить свою жену, непорочной перед Господом. Это большая ответственность. Помните, вот, Христос и Церковь это образ того, что должно также происходить в семье, если взять вот обратно, да, тайна сия велика. Вот подумайте, может ли человек в 15, 16, 18, и даже летнем возрасте взять на себя полностью эту ответственность? И может ли его девушка, жена, или та, которая готовится стать его женой тоже в этом возрасте, сказать, что да, я полностью согласна, я полностью понимаю, что будет со мной происходить, и как я должна выполнять вот эти обязанности, и подчинение, и быть помощницей, и так далее. Я думаю, что вряд ли кто-то, положа руку на сердце, даст этот честный ответ, нет. А ведь не только в духовной области, нужно и в физической области быть готовым, а как раз в это время, это окончание подросткового возраста, наше тело еще не готово, я не буду вдаваться в подробности, но еще происходит формирование тела, и это глубинные процессы, заложенные Творцом для того, чтобы мы были подготовлены к взрослой жизни. И, наконец, даже такой вопрос, как финансовый. Если человек не способен еще к тому, чтобы содержать семью, а вряд ли кто-то к этому времени уже способен, то, конечно, лучше не вступать в такие взаимоотношения, а ожидать. Ожидать того, когда, а, сам будешь готов, и, б, действительно, Господь тебе подарит того партнера жизни в ответ на твои молитвы. Как рассказать будущему мужу, что у меня темное прошлое, и что у меня бывший, с которым я была нечиста перед покаянием. Я очень сожалею за тебя, дорогая душа, и, конечно, это будет очень сложно, но рано или поздно тебе придется иметь этот очень трудный разговор, потому что скрывать ты все равно не сможешь. Кстати, это касается не только сестер, но и братьев. Это означает, что, хотя Господь прощает наш грех, и половой грех в том числе, но, тем не менее, последствия остаются. И это означает, что кому-то нам в чем-то надо будет признаться. В данном случае, тому человеку, которого Господь нам посылает. Это сложно, и мы можем бояться этого, но лучше решиться на этот разговор, помолившись и выбрав правильные слова, и так и рассказать, как, в общем-то, и было. Если Господь предназначил вам этого человека, то я думаю, что он поймет, что он простит. Дальше, следующий вопрос. Объясните, пожалуйста, стих Бытие 3,16, вторую половину. «И к мужу твоему влечение твое». Означает ли это влечение господствовать над мужем? Спасибо. Я думаю, что нет. Это означает именно то, что написано, что тогда, когда Господь проклинает человека за то, что он ослушался его, то Адаму даются одни проклятия, и в том числе труд. Вот труд и болезнь, лучшая парада будет твоя. Ты будешь в поте лица добывать, труд перестанет быть радостью, иными словами. И вот здесь тоже в семейных отношениях наступит то, чего не должно быть. И мы видим, что сегодня во многих семьях есть разлад. В частности, то, о чем здесь говорится, это то, что у жены, ну, скажем так, будет сохраняться влечение на половом уровне. Это вот эти именно слова, я так их понимаю в буквальном смысле. И даже иногда это будет к человеку, который господствует над ней, по-настоящему ее не любя. Мы видим, многие браки такие в мире существуют. На них смотришь и думаешь, почему, что склеивает этот брак, кроме вот этого, может быть, влечения. Хотя оно ведь обоюдное там, не так ли? Следующий вопрос. Можно ли христианам слушать радио, слушать радио музык, сонгс, неверующие песни, но верующая молодежь их также наизусть может петь. Джастин Бибер, Тейлор Свифт и так далее. Ну, здесь, наверное, имеется в виду, что другие же их наизусть знают, даже мои там друзья или подружки, почему мне нельзя, в чем проблема. Друзья, всегда нашим эталоном должно быть священное писание. Помните, когда вы имеете отношение с Богом, это вы и Бог, больше никого нет вокруг. Поэтому вам ему давать отчет, и вам там не придется говорить о том, что, знаешь, Господь, я это слушал, потому что все делали вокруг меня это. Подумайте, можете ли вы, ну, например, даже исполнить такой стих, как Филиппийцам 4 глава, там, скажем, 8 стих, о том, что только. И там целый перечень вот этого фильтра, о том, что только истинно, о том, что только, вот, добродетели похвала, что только любезно, что только достославно. И вот все эти характеристики, о том, помышляйте. Возьмите эту музыку и подумайте, когда она входит в ваше сердце, когда вы еще и запоминаете слова, действительно, она ли побуждает вас к этим мыслям? Если нет, фильтруйте ее, убирайте ее из вашей жизни. Она вам совершенно не нужна. Я уже не говорю о том, чтобы просто оценить содержание лирикс некоторых из песен. Следующий вопрос. Вопрос по тексту из Евреям 6.2. Здесь написано, о том, что есть крещения, различные учения о крещении. Могли ли вы прокомментировать, что означают эти учения о крещениях, которые тоже находятся здесь, и они здесь во множественном числе, и они являются начатками учения. Я не буду зачитывать этот стих, если вы помните, там так и написано, стоит ли нам опять вот говорить о начатках учения, в частности, о крещениях. И автор этого вопроса, это, видимо, говорит о том, почему здесь во множественном числе. Потому что действительно есть много крещений, ну, немного, пусть будет несколько, о которых говорит Писание. Крещением надлежит мне креститься, говорит Христос, упоминая свои страдания. Крещение Моисеева, помните, было такое, когда в облаке они проходили, вот через облако, вернее, это было в Ветхом Завете, тоже названо крещением, потому что они вот окунались, погружались вот в это облако и проходили, израильтяне. Дальше, крещение водное, которое мы знаем с вами, которое мы принимаем для того, чтобы отождествиться со Христом, войти в церковь. Крещение Духом Святым. Это всего четыре. И если вы будете исследовать Писание, вы еще насчитаете. Вот оно и есть, это учение о крещениях. Поэтому оно не одно, а оно во множественном числе. Please explain Leviticus 19, 27 and how it relates to verses 26 and 28. Тут есть подобный вопрос, тоже из 19 главы Левит. И я думаю, что многую молодежь беспокоит эта глава 19, потому что ее используют, ну, например, для того, вот один молодой человек здесь жалуется, что что меня заставляют, вернее, мне говорят о том, что татуировки носить нельзя, пользуясь текстом из Левита 19 главы, не делайте себе нарезов на теле. И если употреблять этот стих, то в этой же главе, в 19, есть и другие стихи, которые говорят, но о других вещах, которые мы сегодня не делаем. Вот, например, 27 стих говорит, не стригите головы вашей кругом и не портите краев бороды твоей. Ну, вот мы знаем, что сегодня мы это не употребляем. В то же время 26 стих говорит, не ешьте с кровью, не выражите и не гадайте. И мы читаем этот стих и думаем, ну, мы это делаем сегодня или нет? Да, мы сегодня не едим тоже с кровью, правда? Мы не выражим, надеюсь, и не гадаем. Или 28 стих. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не прокалывайте на себе письмен. Я Господь. И получается такое, что некоторые из этих стихов мы как бы употребляем, мы их используем, мы их исполняем, лучше сказать, а некоторые не исполняем. Почему так? Вот в другой записке было написано, что это непоследовательность, и это даже лицемерие, that's hypocrisy. Вот так вот делать. На самом деле, тогда, когда мы говорим о татуировках, то вряд ли этот стих действительно об этом говорит. Дело в том, что здесь о нарезах имеется в виду, вот помните, когда пророки Валовы танцевали вокруг этого своей жертвы, когда вот они соревновались с Ильей, который позже, после своей молитвы, низвел огонь с неба для того, чтобы показать, что Господь есть Бог, то они, когда бесновались вокруг этой жертвы и танцевали, делали на себе нарезы так, что даже кровь из них хлистала. Иными словами, это был языческий обряд, который показывал их посвящение этому божеству. Действительно ли сегодняшние татуировки к этому относятся? Ну, кто-то скажет да, кто-то нет, но я лучше основываюсь на Новом Завете. Мы-то живем уже во времена Нового Завета. И там сказано о том, что тело-то наше, оно оказывается-то храм, храм Духа Святого. Если мы вспомним, что было в храме, даже в Иерусалимском храме, в какой чистоте, святости он соблюдался, я думаю, нам станет понятно не только о татуировках, но и о многих других вопросах, касающихся нашего тела. Таким образом, если есть подтверждение в Новом Завете, вот есть подтверждение, не есть крови и удавленены, есть, мы находим это в 15 главе Деяний, то мы это исполняем. Но есть определенные вещи, которые были даны израильскому народу, не сеять разные семена на одном и том же поле, не носить одежду сразу из двух разных материалов. Сегодня мы этого не делаем. Вы спросите, почему? Потому что это была часть церемониального закона, которая отделяла израильтян от других народов. «Вы мой удел», – говорил Господь. И вот вы святые. Святые – это значит отделенные, не такие, как все. Потому что другие народы смотрели на израильтян, и у них естественным образом должен возникнуть вопрос, почему вы другие. И тогда израильтяне отвечали, «Нас Господь сделал своему делом, и поэтому мы другие. Мы отличаемся, потому что мы его народ». Поэтому татуировки не стоит делать, но не потому, что об этом пишет 19 глава Левита. У нас есть намного более серьезные повеления об этом уже в Новом Завете. Как вы считаете, существует ли только один человек, который предназначен для нас Богом, как спутник жизни? Я думаю, что у Господа есть определенный замысел для нашей жизни. Но он может выражаться либо в даре безбрачия, да, так апостол Павел говорит, либо в том, чтобы мы заключили брак. Но будет ли это один человек, мы не можем знать, потому что что, если нам придется быть вдовой или вдовцом, если наш партнер, например, умрет, и нам придется еще раз вступить в брак после этого. Улавливаете, о чем я? Поэтому, конечно, нужно искать волю Божью, нужно искать этого человека, но это вовсе не означает, что есть вот только один единственный. Почему я об этом еще говорю? Потому что есть те люди, которые, заключив брак, они пытаются воспользоваться этим аргументом, тогда, когда что-то не получается. Скажу прямо, когда они сами не хотят идти на жертву, хотя они не хотят пожертвовать собой ради своего партнера в браке, и они говорят, я просто не нашел того человека, я продолжу его искать, я не нашел волю Божью. И это им дает оправдание развода. То есть это уже не библейская позиция. Если Бог сотворил ангелов, почему Он допустил Люциферу возгордиться? Я не знаю. Но я думаю, что, наверное, потому, что Господь хотел, чтобы и у ангелов, так же, как и у нас с вами, была свободная воля. Он не хотел, чтобы ангелы бездушно, как роботы или куклы, выполняли его команды. Он хотел, чтобы они добровольно Ему служили. А свободная воля предполагает возможность отпадения, возможность не только положительного выбора или ответа, но и отрицательного. И вот нашелся тот, в сердце которого была гордость, осеняющий ангел Люцифер, и Он подбил под себя треть ангелов на этот мятеж, на это восстание. Почему Господь это допустил, я не знаю, но, тем не менее, так написано. Но я верю в то, что так, как делает Господь, это все-таки лучший план. Потому что иногда мы думаем, может быть, вообще не было смысла вот все это творить, весь этот мир. Но я думаю, что лучше все-таки нам жить с вами и жить со Христом, и жить вечно, чем если бы вообще ничего никогда не было. Тут еще есть несколько записок. Что мне с ними сделать? На следующей конференции? Брат Андрей, можно тебя попросить их для меня прочитать, то я их не видел в глаза. Эту можно не читать. Если кто-то считает, что у него невеста big mistake, и он хочет избавиться от нее, подойдите, мы вам с вами побеседуем. Возможно ли то, что милость Господа закончилась для человека, который постоянно грешит и потом кается? Если Бог знал с самого начала все, что произойдет в моей жизни, почему Он не мог поменять как-то план моей жизни? Ну, хорошо. Опять вот еще вопрос. И еще одна такая записка. My brother has a problem with road rage. Please say so. How he can fix it. I think that's to repent. Come to Jesus. Знаете, у нас недавно в нашем штате произошел ужасный случай. Смотрим, я приехал домой, смотрю, перекрыта основная трасса, и вот из нашего окна это все видно. Я стал читать в новостях, что произошло. Тоже road rage был, и дошло до того, что одна девушка, ей 23 года, она вышла, и у нее был словесный аргумент, verbal argument, словесный спор с мужчиной, которому было уже за 60 лет. Она была на мотоцикле, он был в машине, они даже вышли из своих транспортных средств, и между ними произошло физическое соприкосновение, драка. У нее был при себе пистолет, и она выстрелила, попала в него и насмерть, то есть она его убила. Она же сама и вызвала полицию, ну, видимо, потому что она поняла, что она сделала, или, по крайней мере, начинала осознавать. Поэтому, друзья мои, тогда, когда мы позволяем нашим эмоциям бурлить, это может привести к очень страшным последствиям. Будем действительно приходить к Господу, чтобы Он помогал нам от этого избавляться. Итак, возможно ли, чтобы милость Господа закончилась для человека, который постоянно грешит и потом кается? Это пока мы с вами живы еще, пока мы еще с вами видим свет, пока еще Господь не пришел, пока еще время Его благодати не остановилось, это значит, что милость Его на нас. Но вы знаете, я встречался с теми людьми, которые знают о том, что нужно покаяться, но уже не способны каяться. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны с этим, не думайте, особенно если вы в роли этого человека, что я покаюсь как-нибудь потом, в конце концов, милость Божья все покроет. Не играйтесь с этим. В то же время я понимаю переживания тех, которые, может быть, уже неоднократно каялись. То знайте, что всякий раз, когда вы падаете, сколько бы раз не было, помните, как Христос говорил о том, что сколько прощать. Вот помните, Петр говорит, до семижды ли раз, и Господь говорит, до семидесяти по семь, то есть до фактически бесконечного количества раз. Милость Божья велика, просто Его долготерпение может остановиться. Поэтому будем с этим осторожны. И если Бог узнал с самого начала все, что произойдет в моей жизни, почему же Он не мог поменять что-то в моей жизни? Но это тоже вопрос сослагательного такого наклонения. На самом деле вопрос больше не к Богу, вопрос, наверное, здесь к себе. Что я могу поменять в своей жизни? И способен ли я с Божьей помощью что-то поменять? Ведь Господь, когда дает нам жизнь, Он дает нам возможности много поменять в своей жизни. Поменять, например, своих друзей, можно поменять свой круг общения, а можно поменять, может быть, место жительства, хотя молодым людям это бывает сложно, правда? А можно поменять свои внутренние отношения? Можно. Библия об этом много говорит. Направить можно свое сердце на что-то. И поверьте мне, обстоятельства в жизни, тогда, когда мы это все поменяем, станут уже на втором месте. Человек может находиться в тюрьме, как апостол Павел, в самых страшных обстоятельствах, но быть в духе вместе с Господом, прославлять его в своем сердце, петь ему даже. Помните, как Павел и Сила, которые находились в тюрьме. Пусть Бог всех вас обильно благословит.